Шаблотов и Гутывох, хорошая неделя. Мы находимся в Мишне. 22 глава, 28-й посуд, который говорит вначале по-русски «Не передвигай межи давней, которые провели отцы твои». В последний раз Слома Миша я встречал где-то в Микрасово, по-моему. Ладно. Говорит Шлома Меллах. В общем, перевод близкий. «Не надо двигать границы мира, которые сделали твои отцы». Мальбим говорит так, что это Асгара, это предупреждение, уже сказано в Торе, в книге «Дворе». «Не передвигай границы твоего ближнего, которые установили решением первые в твоем деле». То есть, Пшада Пашут, Пасука, понятно, что есть разделенное поле, есть какая-то граница, которая между полем Рувена и Шимона, и Рувен не имеет права передвинуть границу. Это Пшада Пашут. Там приходит это сказать тому, кто передвигает границы, просто приказ не передвигать границы, как любая заповедь Торе. Здесь же Шлома Меллах учит, что это относится, учит из этого, что тоже нельзя передвигать все границы, которые становили предыдущие люди. Имеется в виду уже не границы твоего поля, а минхагим, обычаи, которые возникли когда-то в давние времена, и что обычаи, которые возникли, должны оставаться. Что об этом сказано гвуль-алам, об этом сказано границы мира, не границы поля, а границы мира. Мир в данном случае, духовный мир тоже. И так же сказано в книге Елкут, сказал Раби Шимон Барьяхай, если ты видел минхаг, который делают твои отцы, то не надо его менять. Как, например, Абраам, который установил молитву Шахрис, и сегодня мы должны продолжать молиться эту молитву. Талмуд Ламар Аширасова Тейха, который говорит то, что сделали твои отцы. В книге сифры приводятся, откуда мы учим, что человек, который меняет Ламахли в Девре, меняет свои слова, Раби Лезер, неправильно я говорю, меняет и путает. То, что сказал Раби Лезер, он говорит, что это сказал Раби Шу, или наоборот. То есть меняет Мандомара того, кто говорит какой-то Мамар в Геморе. Откуда мы это учим? Талмуд Ламар, в Талмуде сказано, в Торе сказано, что ты не должен менять границы, которые установлены в мире. Вот. И есть еще один пасук в Мишли, а именно в 23 главе, 10 пасук говорит. Не надо нарушать, воровать границы мира, и на поле сироты не приходи. И объясняет Мальбим, о чем идет речь. Здесь идет речь о том, что в нашем предложении, которое мы только что прочитали. А здесь учится, что здесь говорится не только про общие границы, но отдельное высказание про границы бедняков. И также объясняется в сифре Баршат Котшим, что здесь говорится о том человеке, который ворует у ребенка. И ворует шехеха у пэ. Ворует митсву пэ, например, что имеется в виду? Что есть митсву шехеха, которая говорит о том, что человек, хозяин поля, который прошел и забыл на своем поле, убирая снопы, один из снопов он оставил. Он не имеет права за ним вернуться, это называется шехеха, и он остается бедняком. Пэ, это край поля, который существует, должен быть оставлен неубранным, и он остается бедняком. И вот если бедняк хочет пойти, ребенок, который бедняк хочет привести, если какой-то бедняк хочет прийти и забрать себе это пэ или вот это вот шехеха, то в этом случае нам запрещается, это тоже входит в гвуль-алам, в границы мира, что пэ оставлено бедняками, и ты не можешь обворовывать бедняка, который является одновременно ребенком. И там мы объяснили, что мусак-гвуль, отношение к границе, это есть противоречие со словом мир. Мир, он, то есть границы, гвуль, это у каждого, у каждого есть свой отдельный, свои отдельные какие-то грани, которые относятся ко всему миру. Но есть гвуль, есть границы, ограничивающие весь мир, что это границы объединяющие, есть границы, вот это принадлежит беднякам во всем мире. То есть есть какие-то мотанод, какие-то подарки, которые Всевышний оставил беднякам и приказал, чтобы мы не брали этих вещей. Об этом говорит посылка в 23 главе, что человек не должен прийти и обворовать бедняка, и об этом же говорится, что нельзя заходить на поле, принадлежащее и тому, то есть сироте. И не сказано это только потому, что у них есть мало силы, у них некому за них заступиться, и поэтому здесь сделано отдельное предупреждение. Теперь я возвращаюсь к нашему посылку, который говорит, что не надо менять не только границы в физическом смысле, но и надо менять Минхагим, который есть, и нельзя менять одного Мандоа Моргиморина другого. То, что сказано от имени Раби Ишота, должен передавать от имени Раби Ишота, то, что сказано от имени Раби Лезера, ты должен передавать от имени Раби Лезера. Окей. Теперь Гаун Мивильна говорит. Альтаси гулялама шерасуа ва сейха. Нельзя нарушать границы мира, которые были установлены твоими отцами. Бегедр шугум мяалам ва то асуа ва тейха. То гедр, то определение, которое является олам, и которое установили твои мудрецы. И не сказано, не скажи ты, ты не скажи, это обращение к нам, не скажи, что теперь это не принято. Был такой Минхаг, и теперь этот Минхаг я не буду больше его соблюдать. Но однако ты должен соблюдать те Минхагим, те обычаи, которые были установлены раньше. И сейчас мы прочитаем Гемору, которая рассказывает это из Гемора Псохи. Но ты не должен менять и не должен чего-то лиходэш, но это отдельный разговор. Вначале начнем с Гемора Псохи, которая находится на Дафну-Омад-Бейт. И Гемора, нам сегодня этой Геморы дважды придется, скорее всего, воспользоваться. Гемора Псохи. Законами день до Псохи. Что день до Псохи после полудня принято не делать никакой работы. И Перик выясняет, как готовиться к празднику в том числе. И какой-то мусак, который называется Квот Йомтов, посчитание праздника, посчитание шабата. И говорит о том, что Гемора рассказывает о том, что нам надо как-то уделить внимание тому, чтобы до шабата начать шабат. То есть, приготовиться к шабату. И говорит о том, что такой был Минхак в городе, который называется Цуд. Что они не ездили из Цурслиха. Они не ездили из Цура в Цейдан. В Эриф Шабас. То есть, в пятницу. Почему? В начале, почему надо было ездить. В Цейдане был рынок, который работал только по пятницу. Люди готовились к выходным. Приходили и покупали там много всяких шмоток и еды. Я не знаю, рынок чего это был. И они были махмирили на себя. Там цены были намного более дешевые. Но, тем не менее, они махмирили, устражали для себя, чтобы в Эриф Шабас не ехать в другое место. Для того, чтобы готовиться к шабату. Чтобы всю пятницу или всю вторую половину дня пятницы после Хацот. Приготовить к подготовке к шабату, а не к каким-то другим вещам. Такая вот у них была ситуация. Такой был Минхак. И вот пришли их сыновья перед Рабьей Йохановной и сказали ему. А в Гусин, наши отцы, и в Шарлаху, они могли это себе позволить. Почему они могли это позволить, объясняет Раша. Они могли позволить себе не ходить на рынок, потому что они были богатые. Они могли купить чуть-чуть дороже в другом месте. Поэтому в Эриф Шабас они могли это себе позволить. Аннан, лои в Шарлан. Мы не можем это себе позволить. Точка. Что теперь делать? Если мы не ходим на рынок, мы проигрываем в деньгах. А с деньгами у нас немножечко тяжело. Омар Лаху отвесил ему. Кварки Блуа Васейхам Алейхам. Уже приняли ваши отцы за вас этот Минхак. Как сказано. И приводится цитата. Начало Мишли. Шма бниму саравиха вальти тош таратэмэха. Слушай, сын, поучение отца, и пусть не забудется Тора твоей мамы. То есть существуют такие Минхагим, говорит Гемора. Что человек принимает эти Минхагим на себя. И они автоматически переходят на его детей. И это то, о чем сказано. Альти тош таратэмэха. Пусть не забудет Тора твоей мамы. И слушай мусар твоего папы. То есть Минхагим твоих отцов ты должен оставить. Естественно, речь идет не про Минхагей Штут. Не про Минхаг, который называется Минхаг глупости. Когда я только начинал Мицот, я неоднократно, я думаю, что кто-нибудь из вас тоже наверняка уже удостоился услышать, что у нас Минхаг выше, чем Галаха. Минхаг отодвигает Галаху и тому подобные вещи. Минхаг не может отодвинуть Галаху, если это Минхаг глупости. Если я по безграмотности начал что-то делать, или это не я, а даже кто-то другой, начал делать, не зная Галахи, и потом сказать, что вот такой вот Минхаг и все, у нас так принято, это абсурд. Минхагим, который противоречит кому-то из охроним, шульхоноруху и так далее, такие Минхагим бывают, их на миллион одна штука примерно. Вероятность такой Минхаг попасть очень маленькая. Есть Минхаг, который, несмотря на то, что шульхонорух разрешает, мы приняли что-то делать, что-то другое. Такие Минхагим бывают, но их на самом деле тоже не так много. Но такие Минхагим бывают, и во всяком случае для Балы и Чува, у которых никаких Минхагим нет, и Минхагих праотцев тоже нет, а если есть, то нужно его искоренить, поскольку в основном этот Минхаг касается всяких вещей, о которых даже говорить слух не очень хочется. То поэтому для нас это намного менее актуально, чем для людей, которые выросли в нормальной, человекообразной среде. И когда их отцы были Талмидей-Хахомими, взяли какие-то Минхагим, нам, к сожалению, не повезло в этом вопросе. Или повезло, не знаю, скорее нет. Но, тем не менее, когда мы начинаем что-то делать, мы в Аддай, что начинаем делать так, как написано в Сифре и Кодыш, периодически есть какие-то вещи, которые мы узнаем, новые Минхагим, а это бывает, но эти Минхагим не пришли почти никогда поспорить с книгами Галахи, они пришли что-то добавить, какую-то нагу новую, какое-то новое позитивное поведение и тому подобное. Здесь нам рассказывается, в Геморе, который мы только что зачитали, что в каком-то месте был взят на себя Минхаг, что они из-за опасения нарушат Шаббас, что можно в дороге задержаться и приехать чуть позже, и тогда можно даже потом пешком идти большое расстояние, если это можно, это далеко не всегда можно. Но, тем не менее, у них было принято в Эрев-Шаббас не делать поездок даже в близлежащий город, потому что Эрев-Шаббас надо выделять для подготовки к Шаббату, а не для какой-то другой вещи. Если человек этого не делает, он не то, что нарушает Шаббат, он может прийти к нарушению Шаббата, более того, очень трудно не прийти к нарушению Шаббата. Но главное здесь не это. Допустим, что Шаббат он не нарушил, заповедь Тору он не нарушил. Но человек, который прилетает, я сейчас перевожу на современный язык, из одного города в другой в Эрев-Шаббас, и за пять минут до Шаббата влетает домой и счастлив, что он не нарушил Шаббата, это безайон Шаббата, это пренебрежение Шаббата. Так утверждает геморро Псохим дафну нам от бейт. Поэтому люди из Сура приняли на себя Минхаг. Минхаг, который заключается в том, что они не идут даже в Емаршук, несмотря на то, что у них нет денег, плохо с деньгами, несмотря на это, для того, чтобы лихабет Шаббат, для того, чтобы почитать Шаббат, убрать в квартире в Шаббат, приготовить что-то для Шаббата, даже если у него есть кухарка и служанка и так далее. В таком случае трудно сказать, что у него нет денег, но на Азов это. Оставим это в покое. Они приняли обычай не заниматься в Ере в Шаббат какими-то вещами, не связанные с подготовкой Шаббата напрямую. И когда их дети пришли и сказали, что папы могли это позволить, у них были с деньгами все нормально, у нас плохо, мы на этом теряем приличную сумму, то им сказали, что после того, как этот Минхаг Хумра, который принят вашими праотцами, вы должны ее придерживаться и продолжать. Несмотря на то, что Минхаг 1, безусловно, по закону это не обязательно, но после того, как этот Минхаг был принят вашими родителями, все, для вас он становится обязательным Минхаг, и вы не можете его приступить. Здесь применено в Геморе слово, которое называется киблу, после того, как ваши родители это приняли на себя. Обычно слово кабала, балашун хазаль, в языке наших мудрецов, это недр, обет, они приняли в виде обета. В данном случае, наверное, никакого обета не было, что тоже совершенно не очевидно, но, тем не менее, была кабала, и теперь, нарушив это, вы нарушаете заповедь Торы фактически, вы нарушаете Тарат и Меха. Наверное, это не заповедь Торы, а постановление мудрецов, хотя постановления такого тоже не было, но оно вошло как Минхаг. Поэтому я не знаю, накажут ли человек, который нарушит подобный Минхаг, это я не беру судить, что будет делать Всевышний, но делать этого нельзя, это гемора мифорейшит. А не самху, это гемора самехит, на тот пасук, который мы сейчас учим. То, что нам сказал Шлома Амеллах, что не надо отодвигать те границы мира, которые становили твои отцы. Не надо этого делать. Вот, и еще раз, я говорю только о тех Минхагим, которые имеют под собой какую-то основу. Они базируются на каких-то таамин, каких-то смыслах, указанных в Талмуде, может быть, даже в Суким. А никогда происходит какая-то глупость, и Минхаг происходит непонятно откуда. У меня просто... Я сейчас вспомнил несколько историй, две истории я расскажу, для того, чтобы проиллюстрировать, что речь не идет безусловно о всех Минхагим. Речь идет о Минхагеи Тора, а не Минхагеи Штут. Минхагим связаны с мудростью, а не с глупостью. Первая история такая, я как-то ехал, кто-то меня подвозил из Ешивы в машине, и там возник, это было относительно незадолго до Пейсаха, и возникли всякие вопросы, мы обсуждали какие-то вопросы, связанные с Пейсахом. Кто-то сказал, я ем моченую мацу, кто-то сказал, я не ем моченую мацу. Один из товарищей присутствующих там сказал, что я ем моченую мацу. Мы знаем, что есть разные Минхагим, Хасидим в основном старается не есть мацу, которая попадает в воду. Литаим в основном не обращают на это внимания. Альпидин по закону Шельхоноруха, безусловно, это можно делать, никакого вопроса нету, это стопроцентная разрешенная вещь. Возникает Минхагим, в которых есть какие-то таамим, один там есть в Рамо, в Шельхонорухе, другой там есть в Шуте, в Шельхоноруха-Раф, который существует. Есть различный смысл, который есть, вопрос относится к современной маце, совершенно не очевидно, что относится. И вот один из наших товарищей сказал, я не ем моченую мацу, но это не принципиально. Один из наших товарищей сказал, что я ем моченую мацу, потому что Минхаг в моей семье было есть моченую мацу, мои, мама и бабушка, и папа, и дедушка, все ели моченую мацу. Второй сказал, что у меня дома тоже ели в пейсах моченую мацу, но при этом они ее клали в суп, который был приготовлен, извините, из свинины. Поэтому сказать, что это Минхак, который был у нас дома, я не могу рассматривать этот как какой-то Минхак. Мне эта фраза очень понравилась, потому что, когда в качестве аргументов, при этом Минхагиме, людей, которые уже несколько поколений, ничего не соблюдали, даже близко, и какой-то Минхак у них остался, может быть, это правильный Минхак, может быть, нет, это понятно, что на эти Минхаким как-то немножечко надо обладать определенным чувством юмора для того, чтобы сказать, что этот Минхак, вот я могу на него полагаться. Хотя я еще раз говорю, что проблемы Альпидин, безусловно, нету по законам. Но аргументировать это не Шульханоровым, а Минхагом, родственникам, которые не соблюдали ни одной из оповеди Торы, это своеобразный подход к Галахе. Вот. Теперь другая такая полушуточная история, что в каком-то доме, когда выясняли законы Кашрута, очень твердо тетенька утверждала, соблюдающий дом, маму, бабушку все соблюдали, она утверждала от имени мамы, что гусиные лапки некошерны. Когда готовишь гуся, весь гусь кошерен, лапки надо выбросить. Их ни в коем случае нельзя готовить. Ну, молодая пара женилась, невеста утверждает, уже жена утверждает, что лапки гуся некошерны. Муж немножечко Торы учил, такое иногда происходит. Он спросил, как такое может быть, что? Вот мама сказала, ну, мама, давай спросим мама. Мама говорит, я не знаю, мне так моя мама сказала. Бабушка была жива. Ее спросили, а почему гусиные лапки надо отрезать, почему они некошерны? Она сказала, потому что они в духовку не помещаются. Отсюда возникает Минхаг, что лапки гуся некошерны, поскольку духовка не соответствует размеру. Поэтому я еще раз повторяю, что то, что говорит Шлома Меллах, это не просто, это даже не гемора, это Танах. Это установление Танаха, что мы должны продолжать те Минхагим, которые были начаты нашими прадцами, это относится к Минхаге и Тора, к Минхагиму, у которых есть смысл. Кегон, тот пример, который приводит Гаон Мивильна, который приводит нам Гемору, на Дафенун в Геморе Псохим, который рассказывает о том, что то, что приняли ваши отцы, говорит Раби Йоханнон, для вас теперь это обязательно. Но это в том случае, если был смысл того, что приняли отцы, а не наоборот. Теперь просто, поскольку мы затронули эту тему, здесь есть еще один важный момент. Существует определенное количество кзирот установлений наших мудрецов, которые установлены были много-много времени назад, во времена даже, может быть, не Талмуда, некоторые Талмуда, некоторые Мишны, которые основывались на каком-то смысле, по которому в данный момент было принято это постановление. И этот смысл мог исчезнуть, прошло много лет, и подобной ситуации не встречается. Вопрос, можем ли теперь... Я сейчас повторяю, я говорю не про Минхаг, не обычай, что кто-то принял, а о постановлении мудрецов. Это много сильнее, чем обычай, который был. Обычай, это мои праотцы, у них был какой-то там, приняли на себя какой-то Минхаг, я хочу идти по этому Минхагу, но этот Минхаг не выставлен ни в Геморре, ни в Шульханорихе, нигде в качестве постановления. Он приведен, он имеет смысл, но это не постановление мудрецов. Как, например, Минхаг, который есть во многих хатистских семьях, раз я уже его затронул, не кушать мацу в пейсах, которая намокла в пейсах, из-за опасения того, что она либо плохо пропеклась, и теперь она не успела закваситься, она маца внутри печки, но когда я добавляю воду, и она какое-то время находится в этой воде, она может успеть закваситься до того, как я ее съел, и таким образом будет нарушение Тора. Это один из смыслов этого Минхага, который, может быть, немножко фигурирует в Рамо, но на Галоху он, безусловно, не идет, но, тем не менее, кто-то решил, что он идет по этому Минхагу. Это Минхаг, и он должен придерживаться Минхага, как сказал нам Шлома Амеллах вот здесь вот. Теперь, но есть понятие более сильное, чем Минхаг, понятие Гзейра или Токона, постановление наших мудрецов, или Гзейра, запрет, который сделали наши мудрецы. Очень многие постановления сделаны таким образом, что они связаны с каким-нибудь смыслом. Я привожу пример, который, наверное, многие знают. Существует пример, называется Машки Мигуле, открытый напиток. Наши Хазаль сделали, это даже не Хазаль, это постановление более позднее, чем Хазаль, ну, постановление, которое фигурирует в Талмуде, о том, что если есть вино, которое, например, я беру один из примеров, вино, вода, любой напиток, который находился в открытом виде, сейчас неважно сколько времени, например, ночь простояла в открытом виде, то этот напиток нельзя пить. Он остается кошерный, к кошеру то это не имеет отношения. Почему его нельзя пить? Потому что у нас есть опасения, что приползла змея, пила из этого бокала, который стоял открытый с вином, поскольку ей нужно было срочно опохмелиться, змея, то она попила, и во время питья она отложила туда змеиный яд, и, соответственно, сейчас есть сакона, есть опасность пить это вино. Хазаль, наши мудрецы, сделали это постановление в качестве запрета, и долго, и серьезно обсуждает это постановление, можно или нельзя проверить, есть яд в этом вине, или нет яда в этом вине. И дают некоторые способы проверки. Говорят, что можно пропустить его через фильтр, есть яд, который у молодой змеи, который вот такой вот, что он останется на фильтре. Говорят, да, но есть яд старой змеи, который наоборот всплывает, на фильтре не остается, т.д. В общем, каждой из этих змей можно сделать проверку, есть этот яд или нет этого яда, но мы опасаемся, что были две змеи, старая и молодая, поэтому проверку отменили, потому что надо делать слишком много проверок для того, чтобы пить это вино и запретили пить это вино. Вопрос. Сегодня, поскольку человек, который живет на 26 этаже многоэтажного дома в большом городе, вероятность того, что в это время на 26 этаж заползет змея и решит выпить немножечко алкоголя, который у него остался открытый или не алкоголя, а, я не знаю, воды с сиропом, который остался открытый, то вероятность, понятно, что она близка к нулю, если не равна нулю. И поэтому, Шейла, вопрос, осталось это постановление мудрецов или не осталось это постановление мудрецов. Это не мингаг, к нему не относятся фразы, которые мы сейчас учим, Шлома Амелаха, что не должен менять мингагим, который установили твои праотцы. Здесь вопрос четкого запрета, можно или нельзя, если я это ем, я нарушаю запрет Робона, или не нарушая запрет Робона. На эту тему существует махлокис, в зависимости от того, если ситуация полностью изменилась и смысл этого постановления исчез. Немножко машемо в рамо, что это постановление идбатла, оно аннулировано, поскольку мы находимся в месте, где сейчас вероятность попадания змеи, она близка к нулю. Примерно такая же, как вероятность встречи динозавра при выходе на улицу. Есть такой анекдот, что спросили математику, какая вероятность того, математика, какая вероятность того, что выйдешь на улицу и встречи динозавра. Он долго-долго считал и посчитал там, что 1,7 умножить на 10 минус 64 степени. Вероятность называется приближающаяся к нулю. Потом спросили женщину, какая вероятность, что встреча динозавра, она сказала 50%, либо встречу, либо не встречу. Так вот, когда мы говорим про змею, то вероятность, либо она отложила яд, либо она не отложила яд, это примерно уровень встречи с динозавром, поскольку в общем понятно, что змея не откладывала яд, она там не была. Поэтому, на первый взгляд, это можно отменить, как в общем следует из Рамона. Боисеосиф остался при мнении, что нельзя отменить это постановление, оно осталось. Гаон Мивильна считает, что постановления, которые были установлены нашими мудрецами, все эти постановления, они имеют статус очень важный, статус, который заключается в том, что кроме той причины, которая Гемора, Талмуд нам объяснила, остается еще несколько причин, которые нам не стали объяснять, по которым Хазаль установили этих зерот. Поэтому, несмотря на то, что открытая причина сейчас отсутствует, не исключено, что присутствует несколько других причин, смысл, которого мы не знаем. Поэтому, он рекомендует Лыгахмир устрожать внутри этого постановления. Твердого псака на эту тему, как такового, нету, поскольку там и Дбателлы Гамри. И, когда я спрашивал, поскольку такой вопрос регулярно повторяется, когда я спрашивал Раф Ильяшева, Раф Мойша Ильяшева, сына Раф Йосифа Шолома Ильяшева, Зихрона Левроха, я спрашивал Раф Мойша Ильяшева, как в таких случаях принято себя вести, он сказал, что на воду, на воду, поскольку она дешевая, ничего не стоит, здесь нет никакого Гефседа, на воду надо Лыгахмир, надо устрожить, и воду не надо пить после того, как она простояла открытая. На остальные напитки, которые имеют какую-то цену, есть Гефсед, есть ущерб. То есть человек, который хочет Лыгахмир, он имеет полное право на это Лыгахмир, он может облегчить, поскольку Таампо становление уже ушел. Вот. Это касается постановлений. Но есть много постановлений, которые остаются, несмотря на то, что Таампо ушел. Надо знать, какие остаются, какие нет, и так далее. Но есть Гзейрот, который, раз Рабоним нам установили, мы не можем их отменить ни в коем случае, даже если их смысл сегодня отсутствует. Но это не всегда очевидно, что это так. Я еще раз говорю, поэтому здесь нужно спрашивать Рава каждый конкретный случай, и это неочевидная вещь. Но что касается Минхагим, возвращаясь к нашей теме, Минхаг, который установили наши праотцы, мы должны, они киблу, они приняли, сделали за нас, каболу на этот Минхаг, поэтому мы должны продолжать Линхог этот Минхаг, и в качестве примера этого я привожу пример, который называется пост. Когда у человека есть Йорцайт, Йорцайт это годовщина смерти родителей, то, в принципе, Альпидин Шульханурок, по закону Шульханурока человек должен поститься, не каждый, в зависимости от дат, в те дни, которые не считаются, так, ну, шабаты и так далее, нету поста Йорцайт, но в обычный будний день, если ничего не происходит, у человека есть обязанность поститься Йорцайт. Как любой Таанит Йохет, как любой пост одного человека, он должен его принять, для чего он должен сказать, я принимаю на себя пост до начала этого дня, например, в Минху предыдущего дня. Если он принял пост, то пост для него становится обязательным. Если он не принял, то это не пост, а голодовка. Таанит Цибурь, общественный пост, не надо принимать. Почему его не надо принимать? Это ведь не заповедь, которую дали наши мудрецы. Наши мудрецы посоветовали, сказали какие-то дни, которые стоит поститься. Но поскольку наши праатцы приняли этот пост, они приняли их на все поколения, за нас. Поэтому мы его фактически постимся. Беттор Минхак, который приняли Аватейну. Те пять постов, которые приняты Мидарабоном, ну, часть из них Истора, Йомкипур, Тишебиаф, это пост, который указан в Танахе, но остальные посты, это посты Медиврей Кабола, и они, даже намек на них есть в Танахе, и тем не менее, этот пост обязательный стал, именно потому, что они были приняты за нас, нашими предками. Это то, о чем мы сейчас читаем, что существует понятие Минхака, который принят до меня, и я не должен, не имея права, его сдвигать. В случае, если человеку, по какой-то причине, кажется, нужным изменить Минхак, он должен проконсультироваться с Равом, бывают ситуации, когда это можно, бывают ситуации, когда нельзя, и большая часть Минхаким, который человек был Ногэк сам, не только приняли его родители, но сам Ногэк, если он хочет поменять этот Минхак, то ему надо делать готратный долем, освобождение от обетов, а освобождение от обетов происходит далеко не всегда возможно. Есть обеты, от которых невозможно освободиться, есть обеты, от которых можно, и надо консультироваться. Во-первых, для этого сегодня делается Бейсдин, три человека, один из этих трех человек должен обязательно разбираться на каком-то уровне, что такое Недорим, а не просто слышал, что от всех обетов можно освободить, потому что далеко не от всех обетов можно освобождать, и тогда, когда это можно, надо знать, как это делать, а не просто мутор, хотя можно, и все. Надо знать, как это работает, и поэтому нужно консультироваться с кем-то, кто учил Недорим, а не только слышал о том, что такая ситуация существует. Окей, теперь продолжает Гаон комментарий на этот же пасук и говорит, но ты не можешь лиходеш, ты не можешь сделать что-то новое, что имеется в виду? Гедр вешум давар бедракай гашем, имеется в виду, что ты сам, ты должен придерживаться обычаев, которые приняли твои отцы, но сам ты не должен делать нового обыча, не должен делать нового гедра, и делать нового пути, по пути служения Всевышнего, но ты должен идти на наступая на следы, которые оставили те, кто прошли до тебя, не делая никаких новых вещей. Здесь у меня есть небольшой кусочек Гаона из Тфус Ришон, из первого издания, которое есть, и там есть небольшое, чуть-чуть, какая-то добавка, которая мне кажется важна. Там он объясняет, что ты должен придерживаться тех токанод, я подчеркиваю, не Менхагим, а токанод, это первое изменение, которое есть, мы с вами уже обсудили, что токана постановление, которое было сделано, и должно сделать бэдикдук. Точка. В Тфус Вильна, в вильнюсском издании, дописана еще одна вещь, лотихадеш лыха, не сделай себе ничего нового. В Ктафьят, в рукописи, он пишет еще чуть-чуть иначе, он пишет Аль-Тасек, то есть то, что делали твои прадцы, ты должен делать и не сказать, а теперь такого Менхага нету, но ты должен придерживаться этого, так как было в городе Бешан, который мы читали, что они перестали ходить из Сура в Бет-Цадан на рынок, несмотря на то, что теряли в деньгах, но ты сам, там написано тихадеш алейха, ты обновишь для себя, может быть, имеется в виду, что те, которые, те вещи, которые связаны с Авойда с Гошем, со службой Всевышнего, человек может и должен приготовить для себя новые пути служения Всевышнего, новые, естественно, внутри заповеди, но когда он учит Тора, у него получается какая-то вещь, которая ему кажется правильной для службы, Всевышнего, естественно, она высекает его изучение Талмуда и не противоречит ничему, что было до этого, то в этом случае правильно себе сделать новые гдарим, себе сделать новые ограничения для службы Всевышнего и построить какие-то пути, соответствующие лично мне, вот мне нужно то-то и то-то, мне не хватает, такие вещи можно и нужно делать, не сворачивая с того пути, который проложили до тебя предыдущие поколения. Это немножко у меня долго взяло, но это комментарий на этот пасук, как его объясняет Гаон, и мне кажется, что это очень важное, но куда? Понятие того, что такое Менхага, Менхаг и понимание, что далеко не все Менхагимы, мы имеем право придерживаться, очень многим Менхагимы являются Менхагей штут, Менхаги глупости, при этом есть Менхагим, который мы не понимаем, почему, но мы должны придерживаться, короче, когда возникает вопрос, надо проконсультироваться, но не идти тупо по каким-то Менхагам, которые кажутся странными, это можно проконсультироваться, но Менхагим, у которых есть какое-то основание, эти Менхагимы нельзя просто так поменять, и если пришло, есть причины этого поменять, я специально говорю, какие причины, то в этом случае поменять эти Менхагимы можно только проконсультировавшись с Рамом, и, как правило, сделав гетратный дорем освобождения от обета, которые существовали, но просто так Менхагим не бросается. Я приведу еще один пример, чтобы двигаться дальше, пример, я даже не знаю, имеет ли отношение к Менхагу, очень трудно сказать, моя старшая дочка родилась в 83-м году, я был, ну сказать, что я неопытный папа был, все люди неопытные, когда рождается ребенок, но я был такой вот инфантильный молодой мальчик, который совсем не представлял, как и что делать, ну и мама, бабушка, все вокруг бабушки, они все пошли на, как бы надо вот помочь, как правильно, учить все, и нам помогали, действительно обучали, и вот одна из вещей мне запомнилась на много-много лет. Когда купать ребенка, надо взять ванночку, наполнить ее водой, тогда было очень принято марганцовку, тогда немножко насыпать, чтобы все было стерильно, ребенок новорожден, и окей, все понятно. Положить на дно ванночки пеленку, тряпочку такую, и после этого купать ребенка. Эта пеленка мешала, ребенок об нее цеплялся, она всплывала, она немножко мешала. Не так, чтобы очень сильно. Я спросил, а пеленка зачем? Ответ был такой, так надо, так все делают, ты ничего не понимаешь. Последняя часть, кстати, до сих пор согласен, я действительно ничего не понимал, в том числе не понимал, что эта пеленка означает, и какое-то время мы купали с пеленкой, потом нам надоело, мы перестали ее класть, уже второго, третьего и так далее, детей мы, понятно, с пеленкой не купали. Потом в Иерусалиме через много-много лет звонок по телефону, кто-то из наших приятелей, молодежи, мы уже были, многодетная семья, разбирались, позвонил папа ребенка, который родился, и говорит, что вот родился ребенок, мы набрали ванночку, чтобы купать, а как купать, мы не очень представляем, как держать, за какое место, и что, и так далее. Я взял у соседа машину, подвез туда жену, чтобы она научила маму купать ребенка, это не самая трудная процедура, занял не очень много времени. Мы приехали туда, значит, и я застаю картину, ванночка с теплой водой, с марганцовкой, все как положено, как нас учили, и там плавает пеленка. Прошло много-много лет с тех пор, как меня учили пользоваться этой пеленкой. Я спрашиваю, а пеленка зачем? Она говорит, я не знаю, я звонил бабушке, в Советский Союз, так сказать, в один из городов туда, она сказала, что обязательно нужна пеленка. То? Нужна, нужна, научились пеленкой купать. Потом, через некоторое время, я учил Мишне Бруре законы обрезания в шаббат, бритмилы, которые делаются в шаббат. По непонятным причинам, сегодня так никто не делает, но во время Талмуда считалось, что ребенка не покупать после бритмилы, сразу после, в тот же день, сразу после бритмилы, это опасно для жизни ребенка. Поэтому его обязательно купали. Вероятно, не имели представления о стерильности, и для того, чтобы повязка, ранка была стерильна, надо было купать в какой-то воде. Так, скорее всего, я думаю. Вот. И там рассказывают о том, как надо купать ребенка в шаббат после бритмила, технология, как воду взять теплую, и то, и все, и пятое, и десятое. И пишется, что поскольку нельзя кидать пеленку в воду, почему ее нельзя кидать в воду, потому что это стирка пеленки, то поэтому, стирать в шаббат нельзя, то поэтому надо очень аккуратно купать ребенка, поскольку можно насадить ему занозу в том корыте, в котором вы купаете, потому что в корыте есть вот такие вот выступающие деревяшки, поэтому надо очень аккуратно его купать, поскольку нельзя туда кидать пеленку. Я понял, что обычный класс пеленка возник с того времени, когда старик со старухой у самого Синего моря в корыте купали ребенка первый раз. Там оказалось некоторое количество занос, потому что не удалось заменить старое корыто на новое корыто. Но мне почему-то кажется, что с тех пор прошло очень много лет, и сегодня в пластиковых ванночках занозу найти очень тяжело физически, поэтому пеленку можно уже не класть. Если бы Мишина Брура не написала смысла этого, я бы так до сегодняшнего дня и не знал, зачем класть пеленку. Это я просто привожу какие-то обычаи, которые возникают, которые совсем не имеют к нам отношения и, безусловно, не имеют силу Мин-Гага, безусловно, не имеют силы обыча. Поэтому Гагро нашел только один обычай, который подчеркнул из Геворы, обычай, который базируется на хумре, на том, что человек хочет лихобет шаббат. И это Рауй, это правильно делать каждому человеку, для того, чтобы, не дай бог, не случилось так, чтобы прилететь или прибыть за несколько минут до шаббата и прийти, даже не нарушая шаббат, прийти к тому, что назвать это уважением, почитанием шаббата можно с большой натяжкой. Поэтому в обычной ситуации, когда все в порядке, и все хорошо, и не надо ничего делать, нам надо Эль-Шаббат освободить для подготовки к шаббату. Лифоход, как минимум, с хацота, с полудня, для того, чтобы, начиная с полудня, ты посвятил себя шаббату и встречал его. Ани прибегал к шаббату в последнюю минуту, и это Менгаг, который сделан был, который мы считали в Геморре Псохим, и подобный Менгагим, человек не должен менять. Это то, о чем мы успели пройти. Я думаю, что можно перейти к следующему посугу, которая говорит, «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Перед царями он будет стоять, и не будет стоять перед темными, незнатными». Я перевел дословно, так как по-русски прочитано, а теперь смотрим. «Хазита-иш-магир-бамалахто. Видел ли ты человека, который быстр в своей работе? Лифней-малахим-ит-йесеф. Перед царями он будет находиться. Бали-ит-йесеф-меплеи-хашухим. И не будет находиться перед темными». Вместо слова «незнатными», как у меня переведено, а у меня есть два значения – темными и незнатными по-русски. Но значения незнатные, которые я прочитал, оно не очень здесь подходит. Дословный перевод «хашухим» – это люди, находящиеся во тьме, в темноте. Теперь посмотрим, как Мальбим объясняет этот пасук. Где-то надо Мальбима найти. Вот я нашел. «Видел ли ты человека быстро в своей работе?» Здесь нам объясняется «лфи-а-машаль». В качестве примера. «Ши-и-ши-гу-уман-гадоль» – человек, который очень хороший ремесленник, до такого состояния, что он находится перед царями, и тьецеф, он там будет находиться. «Ла-асот малахид гамалахим» – чтобы делать работу Малахим, работу для царей. «Ахагам-ши-умагир бамалахто» – и несмотря на то, что он быстр в своей работе, «в еш-бы-кахо» – есть у него в силах. «Ла-асот малаха гамла-гадятот» – то есть у него остается время, он может делать работу для обычных людей тоже. «Ла-асот малахид гамалахим» – он не будет находиться перед хашуким, перед темными людьми. После того, как он выбран для работы царя, то он не принизит свою маайлу, свои действия, для того, чтобы служить каким-то хашуким, каким-то темным людям, как в скобках нам перевели, незнатным. Также имеется в виду, что он не будет находиться перед темными и не может стоять перед ними, потому что вот эти вот темные, незнатные, они не поймут тонкость этой работы и тонкость его ремесла, чудесные вещи. Но им нужна только малаха-гаса, только такая вот очень грубая работа. Другими словами, человек, который работает, основная его работа, ну, как это сказать, вырезка по дереву, да, краснодеревщик, который какие-то узоры на дереве вырезает, если его взять в крестьянскую хату, чтобы строить избу, и ему надо будет трубить топором и так далее, то все эти узоры, которые он сделает, они крестьянину совершенно не нужны. Ему нужна теплая изба, в которой можно какой-то метраж туда кинуть, полушубок и улечься спать. А какие-то красоты, которые он может создать, это не то, что интересует нанимающего на работу человека. Он не является важным для них, он столько времени тратит для того, чтобы сделать какие-то детали, кому они нужны. Говорит Мальвим, это молитца, это пример. Пример, который должен научить мусару человека, а именно, ту работу, которую он в этом мире, это работа, для которой мы находимся в этом мире, эта работа, предназначенная царю, великому царю, который предназначил нас для того, чтобы соблюдать его распоряжение, его митцву и его тору, его заповеди, его тору, и размышлять и воспринимать иммуну, мудрость, верность царю. И тот человек, который быстр в своей работе, который находится поднят до уровня того, что царь его обозначил, расположил перед собой, он не должен принизить себя для того, чтобы делать материальную работу. И его животная душа, которая находится в полной темноте удаленности от Всевышнего, они сидят в темноте в Эфилии, в мраке материального мира, и человек не должен себя принижать для того, чтобы служить для этого материального мира. В тот момент, когда Всевышний создал нас таким образом, что мы состоим из божественной души и животной души. Животная душа служит для выполнения всяких материальных функций, без нее невозможно жить. Но тем не менее, идет постоянная борьба между животной и божественной душой за человека, чему человек должен себя посвятить. И это значительно большая разница между Сталером, крестнодеревщиком и плотником, который рубит дерево, и вырезающие узоры очень красивые, и между человеком, который может с помощью Торы и Митцвод служить Творцу и поднимать с помощью своей божественной души все свое существо, или добег, баошем и дворах, и прилепиться ко Всевышнему и Дбарошмо. И если человек вместо этого делает ту работу, которую он в состоянии, в принципе, делать топором, зубилами, я не знаю, какими инструментами, для того, чтобы всю свою жизнь, вместо того, чтобы посвятить себя тонким духовным вещам, посвятить себя суровым материальным вещам и остаться на уровне бытия определяет сознание, то в этой ситуации это становится человек, который приближен ко Всевышнему. Он вместо того, чтобы работать приближенным к Творцу человеком, он удаляется от него и работает на самом низком материальном уровне. Это пример, который здесь сказан, что когда ты приближен к работе царю, то не надо работать для незнатного человека, и в более четком переводе. В тот момент, когда поднят до службы Всевышнего, царя царей, не надо работать в отношении хошиха, в отношении тьмы, более или менее понятно. Гаон, что он пишет? Он пишет, «Негедхаарев баатхавиро баторо маасим» «Видел ли человека проворного в своей работе?» «В своей работе», — говорит Гаон. И это идет некое противоречие с пасуком, который мы очень подробно учили, пасук номер 27 и 26, который мы учили в прошлый раз, что не надо быть аревом, не надо соединяться с людьми, которыми ты должен их толкать, пихать на правильный путь, и они не хотят этого делать, не надо отвечать за них. И не надо, чтобы твоя Тора отвечала за них, поскольку ты не справишься и получишь наказание за то, что аревом ты был плохим, а может быть, ты был не самым плохим, а просто вот так получилось, что не получается. Соответственно, с этим говорит Гаон. Что здесь сказано? Что видел ли человека быстрого в своей работе? Это соответствует тому, что он не является аревом в Торе и Митсвот, гарантом Торе и Митсвот за кого-то другого. И здесь сказано, видишь ли ты человека быстрого в Малехет Ацмобы Тора, в своей работе в Торе. И он не вливается в ряды людей нечестивых, которые, может быть, и надо вернуть в Чуве, понятно. Но, тем не менее, он не оказывается среди них, и он оказывается среди Торы и поднимает весь мир, не только себя, безусловно, своей Торой, на невероятный духовный уровень. Видел ли ты такого человека? И он находится среди Малахим, он находится перед царями. Перед царями я среди перевел неправильно. Это Талмидей Хохобин. И человек, который хочет учиться у них и достигнуть этого уровня. Такой человек, Балит Ицефлов Неха Шухим, он не должен оказаться перед людьми тьмы, которые идут в полной темноте и не делают Митсвот. Они могут кричать, как все хорошо, все еврейское, это замечательно и правильно, и так далее. Но они находятся, они в темноте. Слово темнота, говорит Хагро, происходит в слове лимана. Лимана – это устраниться, они устраняются от службы Всевышнего. Как сказано, гаммезидим хоших авдэха. Это пасук, который приведен из Дгилем, 19-го псалма, 14-й пасук. Люди, которые мезидим, мезидим – это люди, которые делают авирот специально. Они в темноте служат тебе. То есть, я не знаю, есть у меня где-то был… Да, вот здесь вот должен быть весь псалом. Один момент, 19-й псалом. И от умышленных грехов удержи раба твоего, пусть не властвуй они надо мною, тогда непорощен буду я и чисто от преступлений многих. Это говорит уже не Шлома Меллах, а его папа, Давид Меллах. И он говорит, гаммезидим – умышленные грехи, люди, которые грешат, бемезид. Хоших авдэха – они в темноте служат тебе. Алим шалуи – пусть они не властвуют на мной. И тогда, и там ванакитим и пешраф. И тогда я отдалюсь и буду чист от многих грехов. Давид Меллах, я не взял сейчас комментария над Елим, но Давид Меллах учит нас абсолютно тому же, что сейчас говорит его сын Шлома, что человек, который находится среди мезидим, среди людей, которые делают оверот бемезид. Но Давид Меллах объясняет, кто такие люди, которые делают оверот бемезид. Мезид – это специально. Это люди, которые находятся в темноте. Вместо того, чтобы выучить и узнать, как правильно себя вести, они делают некие фантазии, и они якобы служат Всевышнему. А якобы здесь ключевое слово. Они думают, что они служат Всевышнему, искренне могут думать, что они это делают, но они делают оверот бемезид. Это называется оверот бемезид, потому что человек, который… это Маклок Срова и Абая в Геморе, человек, который думает, что это можно, а мог бы выучить. Называется это коров Леонас или коров Ле Мезид, мы посклим, что это коров Ле Мезид. Что это человек, который близок к понятию мезида, к понятию специальной аверы. Потому что вместо того, чтобы философствовать, кричать, что-то такое делать, надо было бы немножко открыть какую-то книжку, поучиться, посоветоваться. Посоветоваться у тех, кто знает, как правильно, что правильно делать, а что неправильно делать, а не просто встретить первого попавшегося или второго попавшегося, с которым проконсультироваться, что делать, есть, кто или им, есть люди, которые могут ответить на вопрос, есть люди, которые знают Галахон, не могут сказать, что их очень много, но их хватает. Вопрос задать можно, иногда даже можно получить ответ. Если не получается ответ, это другой вопрос. Бывают вопросы, на которые очень трудно ответить однозначно. Но человек, Человек, который хочет узнать, по какому пути правильно идти, он получит все это дешмай, если он действительно это хочет, и Акадыш Брагу ему поможет идти по правильному пути. Человек, который устраняется от этих идущих в темноте людей, которые лымаются на самом деле, мезидим по отношению к Аверосу, как бы специально делают Эверот. И об этом говорит Давид Амелых, что отдали меня от этих людей, чтобы я не отвечал за грехи многих. Мы уже начали обсуждать и кончили фактически, я вынужден повториться, понятие Ревута, что человек несет ответственность за тех, кто делает Эверот, которым он мог помешать и не мешал это делать. Тех, кто я не мог помешать сделать Аверо, я не несу ответственности за их Аверо, Кавейро, который происходит где-то на Северном полюсе или где-то в другом месте, где у меня физически нет возможности помешать. Я не несу наказание за эти Аверо, но Аверо, который человек может помешать сделать, он обязан это делать, если не получается, это очень часто бывает, то он несет за это некоторую ответственность, если в этом есть какая-то часть его вины, хотя бы если есть какая-то часть его вины, по некоторым мнениям, даже если он совсем не виноват. Это Махлукис Гемори Сангедри, но сейчас не будем глубоко в него входить. Но то, что касается нас с вами сейчас, это то, что он говорит о том, что видел ли человека быстрого в своей работе, который отдаляется от людей, которые тормозят его, сближается с Талмидей Хохомим для того, чтобы от них узнать правильный путь, учить Тору. И он не находится, такому человеку нельзя, он не должен находиться среди Хохохим, среди людей тьмы, которые в темноте делают службу Всевышнего через темноту и делают Аверо, Бемезид, про них сказано, что они Мезиди. И они немноим, тем, что они не учатся и не приближаются к правильному пути, они забирают себя с пути делания Митцвод. И если ты будешь вынужден, поскольку ты среди них будешь постоянно находиться, ты будешь вынужден следить за ними, то ты должен будешь постоянно стоять перед ними и следить за ними. А те, кто пытался когда-то это делать, то знают, что это практически невозможная вещь, потому что кончится тем, что тебя в чем-то обвинят и так далее. Слишком грамотно это всегда плохо. И поэтому ты не обязан идти туда и следить за ними, говорит нам Шлома Амеллах и Давида Амеллах оба. Ты обязан попытаться находиться среди Талмидей Хохомим для того, чтобы твоя служба была цельная. И это тот человек, который называется Хазита Иш Магир Малахто. Видел бы ли ты человека, который быстр в своей службе Всевышнего, в своей работе. Не надо ему находиться среди людей, которые ведут по шаим, быть с ними аревом и спотыкаться. Таким образом, Мальбим и Гагро берут две разных грани, чтобы прокомментировать слова Шлома Амеллах. Гагро говорит о приближении к Талмидей Хохомим. Мальбим говорит о борьбе, которая находится внутри человека между его Ецархатов и Ецархара. И когда его животная душа, которая связана с Ецархара, хочет, чтобы он делал сугубо материальную работу, жил в материальном мире, то человек, который создан для тонких духовных вещей, как изучение Тора, митцвод делай, митцвод не делай, мусар, маосим тавим, и человек, который тратит их, вместо того, чтобы сделать эту тонкую духовную работу, тратит это на сугубо хумриют, сугубо материальный мир, то этот человек теряет то, для чего он предназначен, и сказано, что тот, кто должен стоять перед царем, не надо ему стоять перед неизвестно кем. Это два подхода, и мы всего два пасука разобрали, но попытаемся еще один пасук хотя бы затронуть. Говорит Шлома Амеллах, 23 глава, 1 пасук. Говорит Шлома Амеллах, если сядешь вкушать пищу с властелином, то хорошо присмотрись, кто перед тобой, приставь нож к твоей глотке, если ты душа алочная. Не вожжила его яст, ибо то хлеб обманчивый, не довыгайся разбогатеть, оставь свою мысль. Здесь несколько псуким будут являться продолжением один другого, но мы попытаемся сегодня затронуть только первый, и то не знаю, насколько это будет удачно. Момент, где находится начало пасука, вот. Говорит на иврите, меня просили, чтобы я на иврите тоже читал. Кита шеф лилхом, дословный перевод. Слово лилхом – это глагол от слова лэхем. Лэхем – это хлеб. Как одним глаголом по-русски перевести глагол от слова хлеб, я не знаю. Когда сядешь, я извиняюсь, хлебать. Когда сядешь слушать хлеб, я не знаю, так получается хлебать от слова хлеб. Когда ты сядешь кушать хлеб, этмошель, с властителем. Бин тавин, очень внимательно, бин от слова бина, разум. Внимательно присмотрись к нему, к тому, кто находится перед тобой, и положи сам-то, положи нож, бло-эха. Здесь будет два перевода, я сейчас скажу два, но потом мы будем их читать. Один перевод – проглоти нож. Слово бала проглотуй, другой бала – это от слова глотка. Приставь в глотке нож. «Имбааль нефишата» – если ты хозяин души. Что это значит? Говорит Мальби. Сейчас, надо найти. Вот. Когда ты сядешь для того, чтобы кушать хлеб у властителя. Имеется в виду, что ты сядешь вместе с каким-то гвиром, каким-то очень богатым человеком, царем, президентом и так далее, кушать хлеб. «Тахин ми ешеф ли фанэх». Тавин слиха оговорился. Тавин ми ешеф ли фанэхом. Обрати внимание, проанализируй, кто находится перед тобой. И не забывай, что ты сидишь сейчас с властелином. Потому что во время трапезы иногда это забывается. Забывается понятие страха и уважения. И тогда ты можешь с легкостью нарушить какую-то вещь и обидеть его. А обиджать царя, например, это правило плохого тона. Правило хорошего тона не говорить царю в лицо ты козел и так далее. Потому что это может закончиться либо бастилией в определенные времена, либо лагерями, я имел в виду пионерскими, либо еще что-то подобное. Продолжает Мальбим и говорит. Второй пасук говорит. «И поставь нож к своей глотке, если ты больных, если у тебя хорошая душа». Объясняет Мальбим, что положи нож, представь нож. «Митсвато бали и халярбы». Первое. Ты должен себе приказать, чтобы ты не ел много. Как со стороны тайвы. Если ты больных, то есть боль тайвы, объясняет Мальбим. То есть ты вот так вот легко идешь на поводу у тайвы. И тогда ты приставишь нож к своим челюстям, чтобы остановить и не есть много. То есть, Хагро, я уже не успеваю сегодня читать, я вижу. Но Мальбим нам дает два совета. Во-первых, все время думать, кто перед тобой, чтобы не обидеть властелина, который тебя пригласил, потому что плохо кончается. Если у тебя есть тайва, то постараться есть поменьше. Для чего сделать себе какую-то напоминаловку, нож около горла. Заставь себя это делать. Если ты бали тайвы и тебе тяжело не кушать, то сделай так, чтобы ты все равно это сделал. Вот. Я должен закончить. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok